Вот сейчас мы... Hi, my students! В сегодняшнем кратком сообщении мы с вами зададим темы для курсовых работ, дипломных работ и, может быть, даже для диссерционных работ. Ну, у кого какие интересы будут. Сегодняшняя тема наша продолжение движения в плазме, темы движения в плазме. Но здесь мы рассмотрим не вращательное движение, а движение маятника, физического маятника в плазме. Данная задача не была, в общем-то, в литературе неизвестна, в интернете я не нашел ничего. Просмотрел все успехи физических наук с начала самого его основания этого журнала, а он был еще до революции. Значит, наши все ведущие силы, ну, возможно, это где-то в литературе ДСП или секретной, секретной литературе есть, технической. Но я там не копал, а вот в открытой литературе и в интернете прокопал, не нашел ничего. поэтому это тело является новой. Почему к ней не обращались? Потому что не возникало такой необходимости. А сейчас почему появилась эта необходимость? литературе есть. Потому что мы видим интерес аудитории, интерес общественности к проблеме НЛО, в частности, и к проблеме физики плазмы, движения плазмы, летательных аппаратов. здесь ничего особенного нет. Интерес это все время возрастает. И поэтому такая фундаментальная задача, как маятник, движение маятника в плазме должна быть нами с вами рассмотрена. Значит, здесь, возможно, следующие варианты. Решение задачи говорится целиком, без проработки деталей и, соответственно, деталировки на МКАДе. Это подвес, система подвеса маятника, система эвакуирования и подачи газа в соответствующий объем пространства и система регистрации колебаний маятника на визуальном на мониторе и на с регистрации на ЭВМ в памяти, физической памяти ЭВМ. Вот почему, значит, цель. Цель изучения влияния плазмы на период колебаний маятника и форму траектории груза в плоскости регистратора. Ну, мы знаем маятники, всевозможные маятники. Рассмотрим семантические, я только буду здесь рассматривать, потому что проработка, конечно, на Ваши плечи ляжет. Кто какой кусок возьмет из этой большой темы, то и будем рассматривать. В общем, если разобрать физическую задачу, то здесь, конечно, вот самое интересное это влияние состава плазмы, температура плазмы, ее состава и плотности плазмы и влияние, так сказать, на параметры вот этого маятника, на его движение. Как он будет отличаться, движение этого маятника, от случая, когда, в принципе, он без зажигания плазмы работает. Ну, я здесь схематично для того, чтобы вам воображение немножко усилить, нарисовал эту схему, как она мне виделась. Вот такой типа колокола. Это стеклянный может быть сосуд из стекла удара прочного и соответствующего технического стекла. Имеется два патрубка тут. Патрубок подачи рабочего газа и патрубок к компрессору для получения вакуума первоначального. Система отклонений маятника имеется. И внутри, значит, мы предполагаем для начала такие газы, как инерстные газы, неон, аргонные и так далее. А внизу вот эта система, она собственно матрица регистратора положения маятника регистратора времени, индикатор и так далее. Все здесь связано с ЭВМ предполагается. Вот такая общая схема. Подвес здесь свободный подвес, но может быть также по схеме кто сложную задачу любит, например, фистехи, они любят сложные задачи, пожалуйста, маятник капится. У него пружинные подвесы и случайные колебания вот этой точки подвеса. Некоторые случайные колебания вибрации как бы даются этому маятнику первоначальные. И вот влияние вот этой частоты вибраций и случайная амплитуда этих вибраций на параметры тоже движения этого маятника. Все соответственно дело в плазме. Конечно, сначала мы плазму не зажигаем, но тут вот у нас имеются электроды. Я здесь минус и плюс нарисовал. Минус это земля, а плюс это может быть импульсные положительные импульсы, которыми зажигают эту плазму. Тоже параметры интересные это высоковольтные импульсы. Ну, может быть и как в газоразадной плазме от обычного пускача, который у вас в освещении работает. Вот такая общая схема этого устройства. Это идея, в принципе это идея, нисколько устройства. Математически, конечно, описать это довольно-таки сложно, а экспериментально, поскольку вот физтехи студента, они связаны с промышленностью, с производством, всегда бывает с младших курсов, то им эта задача будет гораздо более по плечу. Хотя и вот МГТУ тоже студент, МГТУ связанная с производством, непосредственно имеется цеха по изготовлению всех необходимых элементов данной установки. Очень интересно это будет даже с фундаментальной теоретической точки зрения, с точки зрения классической фундаментальной физики получить эти результаты. здесь конечно интересно было бы знать какая чувствительность отклонения параметров этого маятника колебаний, периода колебаний, траектории, какая чувствительность к малым отклонениям состава и плотности плазмы, самой плазмы. Концентрация электронов плазмы как в зависимости от движения влияет от этой концентрации электронов. Это с точки зрения разработки устройства соответствующего по диагностике самой плазмы, что интересно будет в дальнейшем. То есть это будет в дальнейшем как прибор по если чувствительность оказывается достаточно высокой, то может быть как прибор для диагностики как раз этой плотности плазмы, плотности электронов плазмы и состава газов. Здесь возможны конечно такие прорывные фундаментальные вопросы, как допустим что мы имеем, какие отклонения будут при преобразовании потенциальной энергии кинетической какие здесь будут отклонения в связи с влиянием этого плазменного окружения. Вот такая фундаментальная задача предлагается в дополнение к той теме, которая у нас уже развивается это движение в плазме вращательное движение. Здесь мы работаем у нас коллективная работа продвигается студенты работают развивают это направление. Кстати говоря, очень изучая статистику просмотров наших сообщений, обратил внимание на следующее, что не все студенты смотрят сообщения до конца. Все сообщения до конца. Некоторые очень поверхностно, по минуте, по две смотрят и все бросают. В этом отношении очень радует отношение зарубежных студентов, которые даже на мой взгляд с языком трудно русским владеют, но они смотрят гораздо внимательнее и досматривают до конца. Здесь хочется отметить студентов добросовестных французов, немцев, США, студентов совершенно с разных штатов очень внимательно смотрят коэффициент привлечения очень большой. А вот российские студенты очень поверхностно в этом отношении по времени просмотра, а самое интересное бывает темы, самые интересные моменты и предложения они бывают где-то в середине и в конце вот этих сообщений всех. вот таким образом. Ещё что следует отметить, что здесь если разобраться, то вот наши студенты что делают, даже на первых курсах, это можно с первых курсах эту тему развивать, вот взять подвес этого маятника, систему подвеса, мы что рисовали, вот будучи студентом на первом курсе, мы рисовали задвижку водяную, вентиль, вот этот рисовали его деталировку и в сборке изометрия, диметрия, вот проработать узел этого подвеса маятника. Выбор материала вот на нити вот этой материала, что здесь использовать, чтобы плазма не сожгла, не повлияла бы на эту нить, из чего она должна быть сделана, естественно, она должна быть и взаимодействие системы отклонений маятника тоже, это требует отдельной проработки, если, допустим, магнитную систему сделать, то это неинтересно, желательно было бы здесь варианты рассмотреть так же, когда маятник полностью диэлектрический или полностью и нити маятник металлический, но не магнитный и в то же время с магнитным материалом тоже с магнитными материалами различными, в том числе и даже может быть эфиритовый груз, диамагнитики, парамагнитики и так далее, может быть даже сигнет электрический груз. Кроме того, подача напряжения, то есть частоты вот эти, которые рассматриваем при зажигании, как они влияют, это отдельные тоже проработки. Отдельная проработка для студентов это подача рабочего газа под этот колокол и компрессор, вытяжка так тоже. Это все на младших курсах можно будет делать. Ну, особое для вычислителей это система регистрации, конечно, по кафедрам вычислительной техники и электроизмерительной техники. Вот эта система регистрации, которая внизу здесь вероятно потребуется и матрицу также делать чувствительную как регистрировать, чем регистрировать. этот сам груз должен как-то отражаться в этой матрице, соответственно, шифровка, то есть дешифровка положения и запись в ВВМ и индикация это самостоятельный приборный и программный узел, может быть, даже самый сложный из этой всей системы. Он связан, конечно, полностью не механическая часть, электронная, может быть, даже электромеханическая. Кто как подойдет к этому вопросу. А может быть, просто это будет индикация оптическая на световодах, кто как решит. Это зависит от затрат в соотношении цены и качества вот этой регистрации, точности регистрации, положения маятника в пространстве. Вот такая у нас на сегодня тем более приближаются времена, когда надо выбирать темы для курсовых, для дипломных работ и для будущих аспирантов, работ аспирантов начальных. И, соответственно, здесь совершенно непочатый край подпора литературы, потому что вот я как вот не посмотрел, ни в интернете, ни в этом есть, это может быть надо по каталогам библиотек иностранных смотреть. Это совершенно информационная часть особенная для студентов, которые занимаются информатикой, научной информатикой. Спасибо большое вам, до свидания. Просматривайте до конца эти лекции. Успехов вам в учебе и до следующей встречи, где мы, возможно, рассмотрим отдельную крупную тему в ближайшее время, может быть, даже перед Новым годом. Спасибо большое за внимание. До свидания. до свидания. До свидания.